Стрим, помашите мне ручкой в чат, скажите, что вы меня видите, что вы меня слышите. У нас с вами барабанная дробь, торжественный старт щелчка подготовки к ЕГЭ по информатике. Итак, экзамены у нас примерно через две недели. У нас осталось две недели на то, чтобы подготовиться, и это будут просто плотнейшие две недели. Самые сочные, самые мощные две недели, которые вообще тебя ждут на весь год в целом. Привет, здорово, привет, привет, привет. Меня зовут Александр Романович Ватяков, я руководитель направления информатики в Школково. Готовлю детей тысячами к ЕГЭ по инфе. Как вы видите, на этом стриме очень много людей. На щелчке у нас очень много людей. Вообще, короче, куча народу. Везде всех все. Давайте просто пошумим в чате там. Давайте наведите суету, накиньте побольше сообщений разных и так далее. Как обычно, после старта стрима онлайн немножко упал, потому что кто-то сейчас сидит на задержке, ждет, когда стрим начнется, а он уже начал сядь, короче, здорово. Привет. Давайте познакомимся. Вы вообще кто? Кто вы? Давайте напишите, например, в каком вы сейчас классе. Я ожидаю увидеть огромное количество одиннадцатиклассников в чате, потому что ЕГЭ у вас в этом году. Вы, собственно, уже прямо вот сейчас, типа, сдаете ЕГЭ. Но что, если залетели на начало щелчка десятиклассники, девятиклассники, может быть, есть куча людей, которые, типа, вообще, вообще не оттуда, типа, не из одиннадцатого, а там, типа, например, из девятого, из десятого. Может, есть кто-нибудь из двенадцатого или из тринадцатого класса. О, сколько цифр одиннадцать. Чего вы пишете единицы в чат, ребята? Это что такое? Я попросил в двоичной системе счисления написать число три или что? Вы пишете один-один, один-один. Те, кто пишут, короче, не одиннадцать. Неправильный ответ, правильный ответ одиннадцатый класс, конечно. Надо быть в одиннадцатом классе для того, чтобы ботать щелчок. Но, конечно, не обязательно быть в одиннадцатом классе. Можно вообще, можно быть взрослым, зайти просто, по-моему, питону научиться решать. Короче, с кайфом. Да, самое время начинать готовиться. Буквально вчера я видел в одном из чатов сообщение. Ребята, за неделю к инфе подготовиться реально. Вот, ну, это типа мой любимый сезон, созревание одиннадцатиклассников происходит. Они такие, ну все, пора, короче, уже готовиться. В целом, да, две недели до ЕГЭ осталось, пора готовиться. На самом деле, без приколов, без шуток, ответ на этот вопрос. Да, конечно, можно за неделю подготовиться к ЕГЭ. Но за две недели лучше, чем за одну, правильно? Поэтому начинаем. Сейчас, сегодня, все, пора, время пришло. Дело в том, что у вас, типа, ЕГЭ по информатике через две недели. И у вас лето, школы уже нет, математика, русские уже прошли. Типа, даже если ты к физике готовился, то в целом все, тебя уже ничего не отвлекает. Да, ты занимаешься одним предметом сейчас две недели плотно, каждый день, по дофига часов, правильно? У тебя есть много времени, много мотивации. Сейчас у тебя уже нет никакого там желания прокрастинировать или что-то такое. Потому что у тебя каждый день сейчас будет желание много хорошо ботать. И, типа, круто. Получается, мы с тобой сможем сейчас горы свернуть за две недели. На самом деле, за эти две недели обычно люди проходят материалы и по объему вообще изучения и так далее ощутимо больше, чем в течение года за любой месяц даже. Поэтому ты сейчас сможешь очень сильно прокачаться за эти две недели, прям супер-гипер-сильно. А давайте отметьтесь, в чате, пожалуйста, есть кто-нибудь, кто с нуля? О, Бу у нас в чате. Здорово, Бу. С кайфом, с кайфом, с кайфом, с кайфом. Да, УБУ тоже сейчас идет щелчок параллельно по информатике. У нас два преподавателя информатики в Школково, поэтому любой материал, любые вебинары, любые темы можно совершенно спокойно смотреть у меня, УБУ. Ну, то есть, типа, после меня идите к Бу и досматривайте эту тему еще, чтобы лучше ее понять. Потому что два разных препода, два разных объяснения, разные материалы, разные домашки. То есть, типа, ты можешь просто удвоить объемы подготовки. Это очень мощно, очень круто, поэтому давай после всех вебов можно ходить и смотреть эту же тему дальше, глубже, другие задачки, другие разборы и прочее, прочее, прочее. По поводу того, что там контента же очень много, все такое, о, много ребят с нуля, ничего себе. Контента же очень много на щелчке, а что делать, а как смотреть? Да, действительно, контента очень много. Контента прям, прям гипермного. Я специально еще заранее ролики записывал для того, чтобы, типа, все, что я в лайве не вывезу каждый день, я теперь там в роликах, да, публикую на две недели, это очень много. Надо ли все смотреть? Или вот ребята постоянно спрашивают, кого смотреть, АР или БУ или что-то такое. Ответ на этот вопрос такой, смотри, есть щелчок мой, есть щелчок БУ. На каждом щелчке контента на самом деле больше, чем ты осилишь, поэтому ответ, составь себе разумный индивидуальный план, собери кусочки контента, пользуясь расписанием, для того, чтобы из этих кусочков контента собрать себе план, как готовиться. Вот мы говорим, как сейчас готовиться за эти две недели, я сейчас расскажу версии планов, как можно построить себе план, какие варианты есть и так далее. Вот, если вы с нуля, то в первую очередь мы идем на вебинары, которые сразу после этого вебинара идут, это, соответственно, питон с нуля, да, типа, учимся программировать, потому что это один из самых важных скиллов для ЕГЭ по информатике. Но вообще общий план, общий такой, общий, самый общий план, это составить себе план, ну, типа, у тебя есть сейчас две недели, и ты их можешь потратить оптимально или супер неоптимально. Ты можешь, например, смотреть все вебинары, не делать вообще никакую домашку, тогда ты получишь очень много вроде бы материала, но на самом деле ничего сам не освоишь, ничего сам не научишься делать. Это не круто. Если ты будешь делать домашку, то ты не успеешь посмотреть все вебинары. А-а-а, тревога, тревога, я не все посмотрел. Чувак, ты и не сможешь все вообще посмотреть, потому что контента даже на одном щелчке больше, чем один человек осиливает. А у тебя их два, типа, мой и бу, и ты можешь смотреть кучу разных вебов по разным темам, да. Другое дело, что есть вебы по очень сложным темам, например, которые ты, может быть, не осилишь, если ты с нуля. А с другой стороны, есть вебы по очень легким темам, которые тебе могут быть совершенно неактуальны, если ты уже не с нуля. Например, если ты давно бутаешь на курсе по информатике у меня, то зачем тебе сегодня смотреть вебинары по питону с нуля? Типа, для повторения? Ну, слушай, нет, не знаю, не верю. Поэтому, смотрите, в 11.15, через 8 минут дропается куча роликов на сегодня уже. У нас расписание на щелчке, то есть я не вываливаю весь контент, даже предзаписанный, в один день. Оно все равно выходит последовательно для того, чтобы вот не было вот этого чувства, что тебя волной смывает слишком много контента одновременно, бла-бла-бла. Все-таки он немножко такой раскиданный. Соответственно, дальше что ты можешь делать? Ты можешь посмотреть расписание, например, в описании у нас к этому вебинару есть куча ссылок. Ссылки на Телеграм-канал, например, да, где выкладываются всякие полезные материалы, шпоры и так далее, расписание. Ссылки на щелчок, который надо подключить, пойти на платформу. Если ты еще не подключил себе щелчок и просто залетел на этот вебинар, может, он тебе, не знаю, в рекомендациях выплыл на Ютубе, например, то иди по ссылке в описании и подключай себе щелчок на платформе Школка Вонлайн. Там будут у тебя домашки, там будут у тебя всякие ссылки на беседы, где ты можешь там воспользоваться помощью, позадавать вопросы и прочее, прочее, прочее. С нуля на 80 плюс реально ли подготовиться? Самый классический вопрос. Да, конечно, с нуля на 80 плюс реально подготовиться, просто это будет очень жестко. Очень жестко. Вот, очень жестко. Смотри, короче, что, соответственно, есть у нас на щелчке. У нас есть куча вебинаров. К этой куче вебинаров есть куча домашек. К этой куче домашек есть, соответственно, ответы, например. Есть, соответственно, платформа Школка Вонлайн, на которой, например, есть база задач, каталог задач по информатике, которые ты можешь самостоятельно прорешивать, например, после даже домашки. Есть, например, кроме щелчка нашего, щелчок бу, на который ты можешь пойти и там посмотреть вебинар по какой-то теме, которую ты только что у меня посмотрел, например, идешь к бу и смотришь ее там для того, чтобы закрепить с другой стороны, лучше понять. И там тоже домашки, которые ты тоже делаешь, тоже закрепляешь, лучше понимаешь. Понял? Соответственно, но. Соответственно, но. Давайте еще поговорим. Давайте еще поговорим. Что еще будет на щелчке? Немножко. Выдохните. Выдохните. Смотрите. Есть несколько сюрпризов. Сюрпризов для щелчка по информатике. Дело в том, что у нас в течение года на курсе по информатике есть, значит, несколько вещей. Несколько вещей. Значит, смотрите. Во-первых, вот мы с вами говорим про кураторов, да? Ну, понятно. У нас на щелчке подключено несколько тысяч сейчас тарифов людей, которые пришли, и несколько тысяч человек хочет, короче, подготовиться за две недели к ЕГЭ. Мы, естественно, не вывезем ответы на все-все-все вопросы в кураторских чатах, типа как это было в течение года на курсе, со всеми этими несколькими тысячами человек. Поэтому смотрите, что мы сделали. Есть беседа ВКонтакте, учебная беседа годового курса. Вот в эту беседу вы можете вступить. Бесплатно подключившие щелчок люди, которые посмотрели в описании, соответственно, взяли вот так вот, да, там по ссылке перешли, попали в беседу. И беседа учебная, это вот эта вот огромная беседа, где все-все-все участники годового курса и куча людей с щелчка будет, да, все те, кто этот щелчок себе подключили, забрали. Вы попадаете в беседу ВКонтакте, и там будут постоянно дежурить наши кураторы и постоянно отвечать на вопросы. Поэтому, да, это не такой формат, как на годовом курсе, но это кураторы. У нас, короче, есть кураторы на щелчке, и вы можете задавать вопросы в эту учебную беседу и получать ответ. Хо-хо-хо, это просто мясо. Прикинь, это будет, типа, бесплатный щелчок с кураторскими ответами. Кураторские ответы на твои вопросы. То есть смотришь вебинары и задаешь вопрос кураторам, получаешь ответы. Вот, еще отвечайте на вопросы друг друга, потому что это больше всего даже вам полезно, когда вы отвечаете на чужой вопрос, вы лучше понимаете тему. Это прям круто работает. В описании все. Ссылка на беседу в личном кабинете на платформе школково.онлайн. В личный кабинет заходишь, и там у тебя все ссылки на беседы. Группа, беседа и так далее. Дальше. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Думаете, что, кураторами, что ли, ограничимся? Ну, ну ладно, домашка. Домашка есть для всех. Она есть на платформе. Забираем домашку на платформе, да? Просто берем курс и забираем домашку на платформе, да? Смотри дальше. Ситуация такая. У нас были, значит, следующие форматы на курсе. У нас были тренерские созвоны, значит, на курсе. Ребята, которые с курса, я понимаю, что у нас много ребят на курсе, спрашивают, остаются ли тренерские созвоны на время щелчка, или мы не вывозим. Ответ, они остаются на время щелчка, не переживайте. А вот семинары, семинары, которые у нас были на курсе. Объясняю. Четко семинар. Семинары – это созвоны голосом, типа, созвоны голосом с нашими младшими преподавателями. Ну, вот я веду вебинары, например, да? Вебинары большие. Я веду, куча людей смотрит и так далее. И домашки, значит, и так далее. И куча материалов разных там тем. Естественно, часть вебинаров тебе не актуальна. Типа, ты умный, готовишься там уже, типа, на 90+, тебе, например, питон с нуля не нужен. Что ты в это время делаешь? Ну, смотришь какие-то другие вебчики, делаешь какие-то другие домашки. Или, 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 или посещаешь семинары. Что такое семинар? Это занятие с нашими младшими преподавателями, где, грубо говоря, формат как в школьном классе. То есть, у вас там не 500 человек будет, а типа там 40, 50, 60. Вы сможете разговаривать, вы сможете задавать вопросы прямо голосом и в лайве, типа, на доске что-то обсуждать, рассказывать. Короче, кроме меня, во время щелчка у нас вся команда просто будет работать на износ, умирать вообще просто жестко с вами, для того, чтобы вас максимально хорошо подготовить. Короче, параллельно с моими вебинарами будут происходить семинары. Да-да-да-да-да-да-да, Данил. Будут происходить семинары, на которых вы будете задавать вопросы, вам будут на них отвечать, вам будут что-то рассказывать, вы будете нарешивать задачки по разным темам. Вот, соответственно, все вот это вот запускается сегодня, чуть-чуть попозже, да, для того, чтобы вы вот это вот объявление услышали, успели все телодвижения сделать, попасть во все необходимые беседы, прочитать все необходимые закрепы, все сделать, все там понять и так далее, и, собственно, попасть уже на первые семинары. И, короче, это сюрприз, который я для вас готовил. Ребята, это просто мега месиво. Мы не делали так в прошлые года, потому что мы просто не вывозили по ресурсам, и мы сделали так в этом году, первый год, когда щелчок бесплатный, мы сделали открытые семинары для всех участников щелчка бесплатно. Это просто месиво, просто месиво. Ребята, заходите через личный кабинет в беседу ВКонтакте, вот, все это будет объявлено ВК, закинуто, во-первых, во-вторых, соответственно, придет домашка. Ну, в общем, да, вот сейчас, короче, вам в чатик все напишут. Итак, да, нужно 24 на 7 ботать. По поводу количества времени, которое надо выделять во время щелчка на учебу. Смотрите, оптимально, оптимально, это где-то 23 часа на учебу в день и где-то 1 час на сон. Вот это прям самый сок, самая мякотка. Потом с утра кофейку бахнив и норм, правильно, просто такой, ух, час сна, взбодрился, 15 минут такой посмотрел быстренько там какой-нибудь мотивационный видосик на ютубе, где будут эти вот орлы, там громкая музыка такая, ты сильный, ты справишься, соберись, сдай егэ, давай, соберись. И потом пошел 23 часа опять ботать, правильно? Нет, неправильно. Смотри, надо высыпаться. А высыпаться куда, ты спросишь, правильно? И откуда, если типа вот сыпаться, это что значит? В общем, нет, высыпаться типа спать нормально ночью. 8-9 часов спать. Для этого типа 8,5-9,5 часов в кроватке. Если ты не будешь высыпаться, ты умрешь, чувак. Ты не сможешь, ты не вывезешь. Если ты планировал сейчас ночью не спать, много ботать и так далее, а потом в день экзамена вдруг по мановению волшебной палочки утром проснуться и быть бодрячком, ты не сможешь утром проснуться и быть бодрячком, если ты до этого две недели нормально не спал. Это просто простейший биологический факт. Ты биологическая машина, прими свои ограничения физического тела, ты из мяса состоишь, чувак. Ты должен будешь в день ЕГЭ проснуться и нормально себя чувствовать. Поэтому первое и самое важное, если ты сейчас проигнорируешь все, что я скажу, хотя бы не проигнорируй вот это. В течение ближайших двух недель выработай себе режим, идентичный тому, который тебя ждет в день экзамена. Типа просыпайся в то же самое время, завтракай и начинай заниматься в то время, в которое ты будешь писать экзамен. Это твое самое должно быть сочное, самое продуктивное, самое плотное время. Понял? Понял. Дальше. Сколько часов ботать, сколько часов спать? Ну, тут немножко индивидуально, но давайте сразу скажем. Вот этот мем, типа 15 часов ботаем, 9 часов спим, это преувеличение. 15 часов ботать, ну, очень сложно. Вряд ли ты реально сможешь по-честному эффективно 15 часов в день заниматься. 12 часов в день, это, наверное, лимит. Это, наверное, максимум того, что ты реально можешь выдавать эффективной учебы такой. Еще 3 часа ты закладываешь на что? На завтрак, там, обед, ужин, душ, гигиена, отдых. Отдых. Каждый день. Если ты будешь каждый день много времени и сил вгружать в учебу, не забывай каждый день сколько-то времени вгружать в отдых. Иначе ты умрешь, напоминаю. А это очень плохо. Соответственно, твоя цель каждый день ботать, ну, типа, не супер, гипер, мега много. Типа, не 15. 15 много. 12 лимит. Если ты не можешь ботать 12 часов, это нормально. 9 часов в день, 10 часов в день, это хорошо. 4 часа в день, 5 часов в день, это плохо. Это очень мало. У тебя сейчас каникулы, у тебя сейчас нет школы. У тебя по-хорошему не должно быть других занятий, каких-то там, чем-то там еще. Я имею в виду, отмени себе на 2 недели все возможные свои, там, спортивные какие-то активные тренировки или какие-то, там, прогулки с друзьями супер в больших объемах и так далее. Посвяти себя учебе. Да, у тебя будет через 2 недели болеть спина и шея, потому что ты целыми днями сидел за компом, что-то там делал и так далее. Не, так не надо. Типа, в смысле, надо? Надо, чтобы болела спина и шея через 2 недели, потому что, о, что поделаешь? Вот, я имею в виду, не надо мало времени тратить на учебу в день, надо много времени тратить на учебу в день, потому что от количества времени, которое ты сейчас потратишь, очень сильно зависит твой результат, коррелирует. Без разницы, насколько хорошо ты готов к ЕГЭ. Хотя бы 8-9 часов в день ботать надо. Давайте скажем, короче, что ты должен попадать где-то от 8 до 12 часов. Вот, остальное время, соответственно, у тебя остается. Ну, то есть, типа, там, 2-3 тренировки в тренажерке в неделю, это нормально. Если ты раньше занимался в зале, ну, типа, спорт какой-то у тебя есть, окей, хорошо. Но я имею в виду, не надо там, типа, каждый день по 4 часа там на турниках проводить. Это, типа, вообще не оптимально сейчас. Так не надо, окей? Все. Хорошо. Услышал? Услышал. Я надеюсь, услышал. Видеоролики уже пошли. Да, они должны были начаться в 11.15. Сейчас мы посмотрим. Дата премьера 11.15. Да, куча премьер параллельно прямо сейчас уже идет. Давайте я покажу экран немножко вам. Немножко покажу экран. Сейчас, секунду, 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 секунду. Ай, не успеваю. Я сказал секунду, но уже прошло примерно 5 секунд. Так, вот, все. Готово. Пам-парам-пам. Браузер. Короче, смотрите. Щелчок 2023. Плейлист. Этот плейлист в описании по ссылочкам есть. Но можно, короче, просто прогуляться на этот канал. И там этот плейлист в закрепе на самом верху. Так что вот вы его можете найти. Итак, смотрим, короче. Старт щелчка. Текущий вебинар. Зрители 720. Ого. Косарь добьем. Нет зрителей. Значит, задание номер 1. Все прототипы. Пошел ролик. Задание номер 13. Пошел. Задание номер 4. Все прототипы. Как установить Python IDELE по HR для KG. Вот этот ролик обязательно смотрим до сегодняшнего вебинара. Про видос, соответственно, где мы начнем с вами изучать Python. Значит, сначала вот этот вот обязательно смотрим. Если вы его не умеете, короче, устанавливать себе, то установите себе на комп. Обзор IDELE, обзор PyCharm. Ну, типа, отдельно каждая штука. Вот. Это, значит, набор роликов на сегодня. Не гиперсложное задание. Смотрим их. Кайфуем. Домашки уже выкатились. Дальше. Все, кто давно уже что-то ботали. У вас есть доступ к куче интенсивов. Есть вчера опубликованный пост. Что делать перед щелчком? Что посмотреть? Вы, соответственно, это можете все уже смотреть. Сегодня пачка вебинаров начального уровня для того, чтобы вот научиться прогать. Да, соответственно, вот вебинарчик будет в 12.00 через 40 минут. Итак, короче, смотрите. Давайте план составим вам на две недели. Итак, если ты с нуля, что делать? Самое главное. Берешь программирование и все самые легкие задания. Вот сегодня, например, первое задание. 13-е задание сегодня выкатывается. Да, его смотрим, учимся решать. Все вещи, которые требуют очень жесткой математической нагрузки, типа какой-нибудь 16, ой, фу, 16, 26, я имею в виду, где там думать надо, что-то там укладывать, какая-нибудь 15-я алгебра логики руками, это все забей. Все задания, которые кто-нибудь называет сложными, тебя не интересует. Если ты с нуля, твоя задача сейчас за две недели максимально хакнуть систему, взломать это все, собрать самые халявные баллы, которые только существуют вообще, и положить их себе в карман или в рот и съесть. Типа, баллы съел, вот. И, короче, что это значит? Это значит, что ты должен научиться прогать, потому что без этого ты не соберешь кучу халявных баллов из очень простых заданий по программированию. И научиться решать самые простые задачи, которые есть вообще в экзамене. Для этого смотришь вебчики, на которых я разобрал просто безумное количество задач, огромное количество прототипов, для того, чтобы просто решал, 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 кайфовал и так далее. Дальше. Если ты не с нуля, например, у тебя сейчас результат уровня, там, типа, 60 балльчиков, да? Что такое 60 баллов на пробнике? Это значит, все стандартные виды прототипов ты уже умеешь решать, правильно? То есть всю халявку ты уже шаришь. Это значит, что ты не умеешь ни какие-то не халявные номера. Тогда ты можешь на щелчке успеть за эти две недели добрать именно вот эти не халявные номера. Опять, прошу тебя перейти по ссылке в описании в Telegram Infs.ar, подписаться на него и прокликать там закрепы, и почитать там все, потому что там есть интерактивные учебники, например, где какие задания добирать. Там есть, например, несколько интенсивов, которые доступны за репост. То есть есть огромное количество разных ссылок на разные виды контента. Тот же 12-часовой стрим на Ютубе, на котором идет обзор всей теории, например, к ЕГЭ по информатике вообще, для этого он и записывался, для того, чтобы люди могли вот что-то такое мощное посмотреть, уже типа и супер сильно кайфануть. Разборы вариантов. На этом канале плейлист отдельный с разборами вариантов. Весь год шел, каждую неделю был веб с разбором варианта, и у нас там типа 24 варианта разобрано, ну понятно, там за скипом каких-нибудь новогодней недели и так далее. И есть куча разборов всяких там статградов, всего-всего-всего-всего. Короче, контента уйма. На Ютубе уйма контента, на щелчке уйма контента. Что из этого всего набирать, собирать, выбирать? Если ты сейчас на 60 баллов пишешь, то тебе как раз нужно добрать какие-то еще задания, которые ты сейчас не очень хорошо понимаешь. Как обычно люди ботают 60 баллов? Либо они слушали меня и ботали самые легкие задания, тогда у них остались как раз задания чуть-чуть посложнее, вы сами знаете их номера, понимаете, какие задания вам можно взять. Либо есть очень многие люди, которые почему-то ботают ЕГЭшку линейно. Типа научился решать первую задачу, потом научился решать вторую, научился решать третью. Типа я уже дошел до задачи номер 17. Как вы думаете, я успею за щелчок заботать задание номер 18, 19, 20, 21 и так далее? Ответ, ну да, собственно, продолжай. 18 задание вполне нормального уровня задачи, ты сможешь ее заботать. 19, 20, 21 ты сможешь заботать буквально 2-3 дня, и ты научишься решать теорию игр и так далее. Не трогать. Какие задачи нельзя трогать, если у тебя 60 баллов? Если у тебя 60 баллов сейчас, не трогай 27B. Ни в коем случае. Вообще просто забудь про нее. 27B для тебя не существует. Эта задача, ее нет в ЕГЭ. Она, короче, ты когда на нее посмотришь, у нее вот так буквы расплывутся, и она вот так вот исчезнет, короче. Ее нет, все, забудь про нее. 27B это один балл, который не стоит того объективно. Ты как бы пока кусаешь эту задачу, ты переломаешь все зубы, и потом не сможешь проживать все остальные задачи, поэтому это не годится. Это не нужно тебе. Один этот балл отвечает за то, чтобы поднять 98 баллов и превратить это в сотку. Вот эти волшебные цифры 100. О, вау, 100 баллов. И у меня 100 баллов на ЕГЭ по информатике. И я 100 балльник. У меня соточка. Для этого тебе нужна сотка реально. Хвастаться, ходить, типа, и выпендриваться, что ты 100 баллов набрал. Или все-таки ты в универ хочешь поступить. Если мы говорим про поступление в универ, то мы на самом деле говорим про то, что вот эти два балла, разница между 98 и 100, это полная фигня. Забей на них. Вообще брось, плюнь. Эти два балла тебе не нужны. Тебе самое главное, типа, взять как можно больше баллов. Если ты сейчас пишешь на 60, ты и так не рассчитываешь на сотку. У тебя лимит, самый потенциальный максимум, если ты супермен, мега крутой, вообще супер офигительно решаешь все задачи, вообще супер сильно собрался и все порешал, у тебя лимит 98. Это прям самый возможный максимум. При том, что ЕГЭ по информатике это самый легкий экзамен из всех, которые существуют вообще. В смысле, 98 баллов набирается, типа, раза в два легче, чем 100. Может быть, раза в три легче. 27Б, одна вот эта задача 27Б, она такая же сложная, как весь остальной экзамен. Пока ты решаешь 27Б, можно весь вариант перерешать. Это действительно правда. Поэтому 27Б не трогаем. Вообще ни в коем случае. Брось ее, плюнь. Все. Если ты, типа, сейчас пишешь на 80, то 27Б тоже не трогаем. Нет, нельзя, чувак. Единственная, единственная вообще причина заниматься 27Б, это если у тебя в момент начала щелчка, вот сейчас, есть за спиной 10 пробников, 10 пробников, написанных хотя бы на 98 баллов. Если у тебя есть 10 пробников, написанных хотя бы на 98 баллов, тогда я даю тебе право заниматься 27Б во время щелчка. Но тогда ты, наверное, был на курсе. Скорее всего, чувак, ты был на курсе. Это значит, что у тебя есть доступ ко всей папке 27Б, и ты сам знаешь, что делать, правда? Тогда ты идешь туда и ботаешь 27Б. Я специально, целенаправленно, не включал в щелчок контент по 27Б, чувак. Потому что 20 часов, 30 часов контента по 27Б недостаточно для того, чтобы даже приблизиться к тому, чтобы начать ее понимать. Это очень сложная задача. По ней огромные трудоресурсы тебе нужны. Последний раз, когда я говорил, да, окей, можно успеть заботать 27Б, это было 2 месяца назад. 2 месяца назад я говорил, в последний вагон можно успеть запрыгнуть. Я еще тогда открыл бесплатно за репост интенсив из первых 8 вебчиков из нашей папки 27Б, чтобы люди вообще ознакомились, посмотрели, как выглядят эти прототипы, ну и что-то посмотрели, что-то научились. Во всех остальных случаях 27Б... Нет, 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 нет. И больше не спрашивайте. Я буду, значит, объявление, объявление... Очень важное объявление. Я так никогда не делал, поэтому это будет для меня в новиночку, поэтому это будет впервой. Друзья, смотрите, значит, за упоминание 27Б в чате я буду банить. Если ты будешь спрашивать, типа, а что 27Б, как поботать 27... А как 27Б? А как вот... А 27Б, что там? 27Б успею, а есть еще время 27... 27Б, объясните, пожалуйста, я буду выдавать просто бан в чате. Сначала буду выдавать бан на 300 секунд, потом предупреждение, ну и все, и бан, короче. Если ты, чувак, не понял меня, не услышал, 27 бан, назовем эту акцию 27 бан. Значит, 27 бан. Бан. Отлично. Нравится мне это название акции. Короче, ребята, если вы ботаете 27Б, ботаете... Сами там дома вот так, под одеялом, с фонариком, вот так вот такой... Короче, а вообще я очень не рекомендую, очень не рекомендую в последние две недели заниматься 27Б. Кому бы то ни было, кроме тех, кто уже очень много миллионов лет занимался 27Б. Но вы и так знаете, я к вам и не обращаюсь, да? Все те, кто там весь год занимались только 27Б. Да, есть и такие. 27Б, вот такая сложная задача. У меня на курсе есть ребята, которые с самого начала сентября до конца года весь год занимались только 27Б. Смотрели 2-3 вебинара в неделю по 27Б. Больше не почему. Поэтому, короче, еще раз, эта задача просто адовая. Ад. Ад. Нет, нельзя. Вот. Дальше. Касательно 28-й задачи. Да, если вы не знали, на ЕГЭ есть секретная 28-я задача. Она открывается только когда ты все 27 решил, включая 27Б. И она дает сразу 28 вторичных баллов. Это единственный способ написать ЕГЭ больше, чем на 100 баллов. Получить 128 баллов за экзамен. Это не шутки. Это 2 в седьмой степени на ЕГЭ по информатике можно получить 128, если ты решил все 28 задач. Для этого надо решить все задачи с 1 по 27А. Также обязательно решить 27Б. но на щелчке я не даю вот много контента по 27Б, потому что я жадный и я хочу, чтобы как можно меньше людей написали на 128, потому что каждый раз, когда человек пишет на 128, на меня потом ругаются, говорят, ну что ты опять подготовил человека на 128 баллов. Это жестко, это сложно. Поэтому, соответственно, чтобы 28-ю задачу решить, нужно внимательно посмотреть все вебинары, которые будут на щелчке и там будут, ну где-то маленькие там шутки, вставочки там какие-то, еще что-то такое. Ну давайте первый секрет про 28-ю задачу. На самом деле, на самом деле, это задача по пенспиннингу. Это 28-я задача, в которой надо ручку вот так вот крутить. Вот так, хоп, так типа понял, да, ручку крутить. Это 28-я задача, в которой много вопросов про то, как ручка крутится там. Ручка крутится, 128 баллов мутится, понимаешь? Это не приколы, это специально в рифму так собрано. Соответственно, касательно всех остальных задач на ЕГЭ, они реально не сложные, они немножко разные по сложности, естественно, например, первая задача халявная, в 13-е вот уже что-то интересное, там циклические графы, там подумать надо, прямо сейчас идет премьера, которую можно уже пойти смотреть. Дальше есть всякие там задачки типа простые, а есть задачки типа не очень простые. Вот, значит, на щелчке упорядочены задачи так, что вначале вываливается пачка простых, чтобы ты уже мог ботать, если ты с нуля, повторять, если ты не с нуля, если ты не с нуля, значит, ты где-то контент до этого брал, например, на этом канале, например, на курсе, например, еще где-то, ты в целом можешь продолжать спокойно дальше ботать по любому источнику контента, который тебе нравится, можешь начинать посещать семинары, да, уже сегодня, можешь начинать делать домашки по задачам, которые ты не знаешь, план на 60+. Если у тебя 60+, сейчас, на старте, как сделать 80 из этого, как на 20 баллов подняться? Тебе надо добрать задачи, которые типа не гиперсложные, давай мысленно пробежимся по всему варианту, я скажу, что ты должен решать, чтобы набрать 80 баллов. Первую, да, ты должен уметь ее решать, вторую ты должен уметь решать, третья, да, халявная, четвертую должен уметь решать, пятую должен уметь решать, шестая, зависит, если там черепаха довольно понятная, простая, то ты ее легко решаешь ручками, плюс, может быть, в питоне построить картиночку, посчитать точки, может быть, просто нарисовать картинку, посчитать точки, может быть, нарисовать прогу, которая перебирает целые точки, Не решаем, теряем балл. Идем дальше. Седьмая, очевидно, решаем. Супер халявная задача, 30 секунд, и ты ее должен решить. Восьмая задача, комбинаторика, ты должен уметь ее решать и руками, и программой. Это, кстати, сложная задача, то есть это, наверное, из последнего твоего дивизиона задача, но ее надо научиться решать. Вот, собственно, есть у нас ролик по восьмой задаче на щелчке, он безумно длинный, 4 часа. Это, наверное, будет самый легендарный ролик по восьмым задачам, который вообще есть, типа на ютубе, потому что там разобрано типа 38 задач. Каждая задача разобрана очень подробно руками и прогой. И ты, типа вот просто посмотрев этот ролик, стопудово становишься суперэкспертом по восьмым. Рекомендую, кстати, этот ролик даже тем, кто суперхорошо шарит, просто для практики по восьмым задачам. Девятую задачу ты должен уметь решать. Опять только если там какая-нибудь супер-мега-сложная, какая-нибудь математическая, непонятная какая-нибудь конструкция, ну, тогда, может быть, ты сольешь девятую, но так в целом. Десятая, где вот это, поиск в документе, да, там, мастер и Маргарита, надо найти, сколько раз встретилось слово «блин». Это, конечно, гроб, потому что открыть Word, нажать Ctrl-F и найти слово «блин» и поставить нужные галочки – это невозможно. Это очень сложная задача, поэтому, естественно, я думаю, что ты ее не решишь. Десятая гроб, и никто никогда не решает десятую. Это просто смертельная задача, поиск в документе. Там русский язык, там не математика, там русский, там не информатика. Что-то документ читать. Кто успеет вообще за время ЕГЭ прочитать документ, еще и посчитать там слово какое-то? Ну, вообще нет, сложно. Нет. Одиннадцатое решается за 30-40 секунд. Очевидная задача. Двенадцатую ты должен уметь решать. Там будет либо редактор, либо, в крайнем случае, с маленькой вероятностью, чертежник. И редактор будет не какой-то гиперстрашный, а редактор будет, скорее всего, какой-то такой, который надо решать смесью ручного метода и проги. Поэтому двенадцатую надо научиться думать немножко побольше, чем просто тупо вставлять в код. И там немножко анализировать, немножко математично. Это не гиперсложная задача, но все-таки она у тебя уже как бы попадает во второй эшелон по сложности, да? Типа она такая чуть-чуть сложнее. Тринадцатая задача. Стопудово должен уметь решать там цикличные графы. Все вот это вот прямо сейчас идет премьера по тринадцатым, иди посмотри. Если ты не понимаешь, как решать некоторые тринадцатые, где графы с какими-то зацикленными ребрами, то иди посмотри, научись, сделай домашку. Четырнадцатую задачу должен уметь решать. Простейшая задача на систему счисления. Пятнадцатая задача. Либо методом друзей и врагов, но это сложно, но мы научимся это делать. Либо ты должен пятнадцатую решать прогой, но только кроме ситуации, когда в пятнадцатой отрезки или множество. Отрезки или множество мы не прогаем. Это принципиальная позиция, потому что там неприятно, там есть много всяких нюансов, из-за которых у всех постоянно падают проги. Учить ребят прогать пятнадцатую, если там отрезки или множество, это как бы очень плохо, и это медвежья услуга. Шестнадцатую учимся решать, безусловно, конечно, да. Эта рекурсия, она, скорее всего, на экзамене будет чуть-чуть сложнее, чем обычно. Типа того, что она будет какая-нибудь такая, в которой просто записать в прогу и получить ответ, не покатит. Надо вместо этого будет думать. Типа учиться анализировать рекурсию, которую вам дали, руками, понимать, что именно она делает, что именно она значит, для того, чтобы после этого, ее проанализировав, уже знать, как быстро и легко вывести ответ. Но это задача, опять, второго эшелона по сложности, да, уже не халявная, но чуть-чуть посложнее. Но при этом она все еще доступна, если ты собираешься 80 плюс брать. Семнадцатую, конечно, решаем. Простая техническая задача на перебор пар подряд идущих. Восемнадцатая на робота, который собирает монетки, ты должен уметь решать в Excel. Это легкая задача на динамику, знать идею, решать. Поэтому, если ты что-то вот из того, что я сейчас перечисляю, не умеешь, а я говорю должен уметь, то как бы, ну, ты понял, да? Пока что с первой по восемнадцатую, кажется, получилось так, что ты должен, типа, все задачи уметь. Шестую, может быть, не уметь, если что-то попадается. Девятнадцать, двадцать, двадцать один. Конечно, да. Три балла. Теория игр. Ты должен уметь ее решать прогой. Ты должен уметь решать ручками девятнадцатую, двадцатую. Ты должен уметь решать в Excel все три задачи. Но самое главное, прогой решать все три. И очень хорошо понимать эту прогу. Вот тут очень важно. Давайте остановлюсь чуть-чуть. Ребята, которые вызубрили прогу для девятнадцатой, двадцатой, двадцать первой, не делайте так. Это неправильно. Это очень плохо. На экзамене будет задачка, в которой будет какое-то небольшое искривление этой задачи. Какая-то маленькая деталь в девятнадцатой, двадцать первой будет чуть-чуть изменена. И тогда те, кто понимают, как прога написана, грубо говоря, те, кто сами эту прогу могут с нуля придумать и написать, они могут в нее внести коррективы для того, чтобы она работала для новой версии чисел. Но те, кто типа просто вызубрили код и запускали его много раз на домашке, получали правильные ответы и удовлетворились, и такие, ну все, я зашарил за девятнадцать, двадцать и двадцать один, я умный, я молодец. Нет, нет, чувак, ты не умный, ты вообще не молодец. Ты просто вызубрил код, это очень плохо. Так не надо делать. Девятнадцать, двадцать и двадцать один ты должен код понимать, а не зубрить. Если ты его тупо вызубрил, и если ты хоть чуть-чуть, немножко альтернативное условие задачи уже не можешь решить в девятнадцатый, двадцать, двадцать один, то все плохо, иди и ботай девятнадцатый, двадцать один. Эти три балла у тебя сейчас не в кармане. Чтобы положить их в карман, тебе надо нормально заботать этот код, понять именно как он работает прям в деталях, и понять, как это может применяться на других видах девятнадцатых, двадцатых, двадцать первых задач. Собственно, да, там, если ты any и all не отличаешь, ну, все очень плохо. Хорошо, эти три балла ты тоже должен брать. Двадцать вторая приятная задачка. Скорее всего, нас ждет на экзамене что-то достаточно запутанное, типа номера процессов, где они там друг от друга зависят. Это айдишники в таблице, зависимость процессов, один процесс зависит от другого, бла-бла-бла. Вот эта вот зависимость, она, скорее всего, будет с номерами процессов достаточно большими. То есть это будут не процессы один, два, три, четыре, пять, шесть пронумерованы, а процессы там десять тысяч семьсот сорок три, десять тысяч восемьсот пятьдесят восемь. Ну, в общем-то, неприятные номера процессов. Поэтому нам придется либо делать замену этих номеров процессов на красивые, либо нам надо будет какие-то штуки, либо нам какие-то штуки нужны будут вот эти вот, типа, какие-то программы, которая по этим номерам процессов хранит их время, когда они заканчиваются. Либо прогу писать, достаточно стандартную, либо две-три проги, которые одна прога сделает автозамену, вторая прога выведет формулы для экселя, ну и третья, это, собственно, уже не прога, а в экселе посчитать. Все методы эти решения разных 22-х, которые нам встречались когда-либо, есть в ролике, которые у нас есть на щелчке, поэтому 22-ю ты точно забираешь, это несложная задача, смотришь ролик и кайфуешь. 23-я, это простая динамика, это прям идея раскрывающейся динамики в этой задаче, она очень простая, ты ее тоже забираешь, таким образом ты должен уметь решать все задачи с 1 по 23-ю. Теперь вот пошла вишенка на торте. 24-е, строки. Это уже не первый эшелон и не второй эшелон, это типа третий эшелон, это типа очень сложная задача для большинства людей. 24-я вызывает большие проблемы у многих ребят. 24-я задача, это задача на обработку строк. И там сложность бывает часто не в том, чтобы алгоритм какой-то составить, а в том, чтобы там ошибку, например, не допустить, потому что алгоритм составил, вроде решил, но твоя прога работает не совсем правильно. 24-ю легко и хорошо решают те ребята, которые прокачаны в проге, которые много и хорошо программировали в течение этого года. Те, которые совсем не очень хорошо программировали, у вас есть шанс зацепиться за 24-ю, попробовать порешать 24-ю. Вот мы сегодня будем осваивать программирование с нуля. Даже те, кто с нуля, очень часто потом переходят и спокойно решают 24-ю. Но также есть ребята, которые несколько месяцев занимаются информатикой и 24-ю все равно не решают. Есть многие ребята, которые 24-ю не могут решить даже после достаточно продолжительного времени занятия. Кажется, там нужна комбинация из двух вещей. Первое. Хорошая математическая логика. То есть, если у тебя по математике в школе не просто пятерка, а пятерка с плюсом, ты вообще суперкруто все всегда понимал. У тебя вообще аналитический склад ума. Тебе всегда говорили, в детстве был конструктор Лего и так далее, и так далее. Ты там смотришь новости и сразу видишь взаимодействие людей, там компаний, там постоянно, короче, заработал уже там миллионы на торгах, акциями, облигациями. Когда тебе было еще 5 лет, ты покупал там акции, там доллар, нефть, там вот это все понимал, как все двигается, тогда, скорее всего, у тебя 24-я проблем не вызывает. И вообще, в принципе, у тебя еще миллионы рублей есть. Вообще забей на ЕГЭ, да, ты же, в принципе, вон, иди акциями торгуй дальше. Если, короче, у тебя нет математического мышления, и ты еще и прогать не умеешь на данный момент, и с нуля стартуешь, то 24-ю выбрось и забей. Если ты стартуешь с каким-то результатом 60+, то тоже большой вопрос, как ты эти 60+, получил? Если эти 60+, у тебя были просто потому, что ты посмотрел на вариант ЕГЭ, решил его, и у тебя 60 баллов, тогда, скорее всего, ты сможешь осилить и 24-ю тоже. А если ты эти 60 баллов набрал с помощью крови и пота, старался, старался, очень много впахивал, много задач решал, вебинаров, посмотрел и так далее, и вот у тебя теперь 60, то 24-я тебе недоступна, ты не сможешь ее решить, даже не пытайся, забей. Слишком сложная для тебя задача. Окей? Картинку построили, поняли, да? Даже сейчас вы в чате видите, да? У кого-то 24-я кому-то кажется сложной, там что-то непонятное, а у кого-то, типа, кто-то пишет, да, че, 24-я же легкая, там ничего такого, там все легко, бла-бла-бла, все просто туда-сюда. Вот. Так что, ребят, понятно, да? 24-я это, типа, небольшая проблема, небольшая проблема, поэтому будьте осторожны. Так, 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 одну секундочку, пожалуйста, вот этот вот вопрос я вижу, я его сейчас сразу заобьюзю, вот так вот. Окей, 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 кул, хорошо. Соответственно, смотрите дальше. С 24-й разобрались. 25-я халявная задача, мега простая, будет на маске, скорее всего, наверное, будут, может быть, замес масок и каких-нибудь делителей, поэтому 25-ю ты должен научиться решать, это не очень сложная задача, и она просто, типа, на тренировку, программирование. 25-я, короче, нормальная. 25-ю ты должен уметь решать, если ты хочешь 80+. Ну, такая, типа, немножко, немножко сложноватая, немножечко, капелюшечку. 26-я мега-хард, ультра-мега-гипер-хард. Сложнее 26-й, только 27-я. Смотри, иногда 26-е просто халява. Здравый смысл, посортировать туда-сюда, закинуть, все просто. Иногда 26-е, это, ну, там, в Excel-ке, что-то туда-сюда попереставить, так вставить, так сделать, так пам-пам, все вроде легко. Иногда 26-я не решается Excel-кой, и надо прогу применять. Скорее всего, на ЕГЭ в этом году мы ждем что-нибудь, что-нибудь, где 26-й надо будет прогать, поэтому так, немножко прогать, немножко прогать хотим. Harmony Worshipper, с 1 по 25 уже 90 баллов, я тебя услышал, я тебя сейчас скажу, дождись конца моего рассказа, хорошо, дождись конца. 26-я, говорю, это что-то, ну, хардовое, короче, там надо немножко прогать, немножко прогать, возможно, будет, скорее всего, придется немножко прогать, и там, скорее всего, надо будет в 26-й прогать какое-нибудь моделирование каких-нибудь процессов, типа, что-то происходит, и тебе надо это как-то делать, типа, вот как там, было у нас на досроке, например, да, это какая-то, что-то описано в задаче текстом, и в целом, опять, если ты, ну, хотя бы там 2-3 месяца последних прогал, то тебе 26-я нормальная, если ты начинаешь с нуля, скорее всего, 26-ю ты не осилишь, вот, потому что, не потому что ты не сможешь решить 26-ю, которую я тебе подкину, я тебе буду подкидывать разные 26-е, и ты их сможешь решать, или не сможешь, посмотришь решение, скажешь, а, ну, халявная задача, очевидная, вон ребята пишут, о, 26-я халява, я же смотрю задачу 26-ю, она халявная, ну, да, чувак, дело в том, что ты сейчас смотришь на 26-е задачи, которые где-то опубликованы, у которых уже есть решения, у которых уже есть разборы, есть где-то там видосы, и так далее, а как у тебя были дела при первом столкновении с этими задачами, вот на ЕГЭ будет какая-то новая 26-я, какая-то другая, такая, которой не было, 26-я с большой вероятностью будет изменяться, это одна из задач, которая всегда новая, всегда меняется, там всегда вкладывается новая идея, соответственно, вот эта вот 26-я, это нечто, скорее всего, сложное, это то, чего многие боятся, 26-ю, я вам скажу по секрету, боятся у меня на курсе ребята, которые решают 27-б, типа, они говорят, 26, скорее всего, нам покажется даже сложнее, чем 27-б, но это не по причине того, что 26-я реально сложнее, чем 27-б, это по причине того, что они настолько хорошо заботали 27-б, что им уже действительно какая-то нестандартность в 26-й может быть страшнее, чем все остальное, вот, поэтому, короче, да, вот эта вот 26-я, она в основном даже способности не к программированию, короче, проверяет, да, вот как Бу говорит в чате, она проверяет на самом деле ваши способности к чтению, к логике, к тому, чтобы разобраться, чего от вас вообще хотят, ну, большой текст, ты пытаешься прочитать ее, какую-то модель составить у себя в голове, как-то это все уместить и потом запрогать, в итоге, если я тебе буду все это объяснять в процессе, ты посмотришь и скажешь, это легко, но, если ты изначально вообще видишь задачу и у тебя нет никакого помощника рядом, нет, не знаю, вебинара со мной и я не разбираю эту задачу прямо сейчас, то это будет хардовая задача. Ну, и, наконец, 27-я. Если у 27-й есть, если у 27-й есть какая-то задача, типа, которая предполагает неэффективный перебор, легкий, тогда 27-я доступная и решаемая. Например, 27-я на пары, в ней 27-я это просто вложенный цикл, а 27-я уже вложенным циклом нельзя, потому что там файл большой. Например, 27-я на какие-нибудь там цепочки, типа, подряд идущие там последовательности, грубо говоря, та, которая эффективно решается с помощью префиксных сумм, тогда неэффективное решение для файлика А, это тоже просто вложенный цикл, внутри которого ты считаешь сумму и все работает легко и так далее. Но, 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 вот это вот, вот это вот, 27-я может не решаться никаким нормальным легким способом. Бывает такое, есть прототипы 27-й задачи, где 27-я от 27-б практически не отличается, и у вас просто украли балл, типа, просто своровали, просто приходишь, смотришь на 27-ю, и там какой-нибудь анализ задачи, такой, на пары, например, N-пар, например, дано, и выбор из N-пар решается только двоичной маской, а в файле А у тебя там, типа, 100 пар, и тогда 2 в сотый это даже неэффективно не тянет. И получается, что для того, чтобы решить 27-я, иногда требуется алгоритм, похожий на то, что ты написал бы в 27-б, а это уже очень сложно зачастую загенерить, поэтому 27-я, короче, скорее всего, будет тебе посильно, если ты нормально прогаешь, просто тупое переборное решение, но может такое быть, что 27-я не берется. Итак, что мы услышали? С 1 по 25-ю без 24-й, то есть с 1 по 23-ю плюс 25-я, точно, 27-я может быть, 24-я может быть, 26-я может быть. Вот эти вот все задачи, которые я перечислил, дают на самом деле уже больше, чем 80 баллов, да? Но, 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 беда в том, что ЕГЭ по информатике это не экзамен, который проверяет, умеешь ли ты решать задачи. ЕГЭ по информатике это экзамен, который проверяет, умеешь ли ты решать задачи сразу, правильно и очень быстро. Дело в том, что задач много, а времени 4 часа. Ну, типа, я успеваю за 4 часа, изи катка. Да, проблема в том, что ты успеваешь за 4 часа и допускаешь кучу ошибок, и у тебя получается где-то по невнимательности ошибки и 70 баллов, поздравляю. Ну, кажется, это не то, что ты хочешь, правда? Кажется, ты хочешь 80+, если у тебя сейчас 60, хочешь 80+, я перечислил то, что ты можешь, типа, решить, не решить, там и так далее. Соответственно, соответственно, чтобы эти ошибки не допускать, знаешь, что надо делать? Надо их допускать, а потом исправлять. Для того, чтобы ты мог исправить ошибки, перепроверить свое решение, тебе нужно время. А раз, как бы, время тебе нужно, значит, первый раз ты должен решить капец, как быстро. Таким образом, экзамен по информатике по-хорошему надо решать примерно за 5 минут. 5 минут решаем экзамен, потом, значит, пару часиков чилим, просто отдыхаем, креветки, крабов там заедаем, квасом запиваем, да, соответственно, потом еще 5 минут, быстро все перепроверяем, и потом оставшееся там, сколько, час, час 45, отдыхаем дальше. Отдыхаем, читаем, может быть, задачу из 10-го вот номера, да, в номере 10, там просто по кайфу читаешь, да, там книжка какая-то, вот эта книжка чисто почитать, когда чилишь, когда креветки с крабами, квасом запиваешь, вот тогда читаешь книжку из 10-ой, кайфуешь. Ладно, если серьезно, если ты сейчас решаешь полный вариант ЕГЭ, за 3 часа, чувак, у меня для тебя плохие новости, ты скорее всего потеряешь где-то баллов 15 или 20 на ошибках, то есть супер дофига. Я ошибаюсь при первом прорешивании стабильно 4-5 раз в полном варианте. Те, кто смотрели со мной, разборы вариантов ЕГЭ знают об этом. Я препод, я решал очень много задач, очень много вариантов. Я не глупый препод, я надеюсь хотя бы, что я могу так о себе говорить. Я не глупый, да, вот типа решаю задачки нормально, хотя бы по крайней мере в этом, да, не глупый. И при этом все равно допускай ошибки. Что же ты ждешь от себя? Ты решаешь полностью весь варик за там типа 3 часа, допускаешь несколько ошибок по невнимательности, какие-то задачи не решил, в итоге потерял баллы, все, минус, все, потеря, плохо, как плохо. Если ты решаешь варик за 2 часа, то это нормально, и у тебя типа остается еще 2 часа на полное перерешивание варика, вроде бы, но на экзамене будет не так. На экзамене ты решишь варик не за 2 часа, а за 2,5 или за 3. Почему? Потому что ты будешь нервничать, потому что ты будешь на адреналине, потому что у тебя будут глаза разбегаться, руки дрожать, потому что ты будешь встречать новые, не очень знакомые задания, потому что у тебя будет внезапное желание повнимательнее читать формулировки, потому что они там другие, Потому что экзамены, это вообще другая атмосфера И у тебя расширится время решения Ты сам не заметишь, минус полчаса И ты такой, а почему, откуда лишнее время? Я же в два часа укладывал пробники, почему? Ну да, дело в том, что экзамен и пробники Это разные вещи Поэтому будь готов к тому, что на экзамен У тебя повысится время, в течение которого ты решаешь Поэтому лучше бы укладывать пробники Меньше, чем в два часа Типа в полтора Час тридцать на пробник Вот это вот уже очень хороший лимит Сто бальники, сто бальники Мощные, мега-машины дикие Которые реально потом пишут экзамены на сотку Они пробники укладывают в час Если ты сейчас укладываешь пробник в час двадцать Час тридцать, час пятнадцать И у тебя безумное желание написать именно на сотку Я сейчас обращаюсь к тем, кто вот прям Вот сто-сто-сто Кто вот прям ночью лежит, молится и видит Сто баллов Для кого девяносто восемь это разочарование Реально, без шуток у меня есть отзывы на курсы прошлых лет Типа, извините, АР, я вас подвел У меня девяносто восемь Вот типа такого Плана Это прикольно И вот, короче, если ты целишься именно в сотку Или там в девяносто восемь Вот именно вот в эти баллы, да Тогда постарайся сейчас на щелчке Нарешать много вариантов Вот у тебя первый день, второй день, да Не так уж много есть контента, который тебе там Суперполезно смотреть Из тех роликов, которые в первый день выкладываются Если ты прям такой супертоп-чувак Давай потратим первые два дня щелчка На написание пробников Десять часов в день фигами пробники Если у тебя типа час пятнадцать, час тридцать на пробник То ты успеваешь примерно пять-шесть пробников в день Слабо десять пробников за два дня, короче, бахнуть Вот давай такой результат Десять пробников пишем Десять пробников за два дня Ну и ты после десяти пробников Очень-очень хорошо Знаешь, какие задания у тебя не очень хорошо идут Знаешь свою скорость за 10 пробников за 2 дня ты очень сильно ускоришься, просто безумно ускоришься. У тебя к концу второго дня будет вот так вот, типа, как у какого-то супергероя, вот так вот, короче, ты будешь все, муха будет лететь, и она будет так медленно лететь, так, и ты такой я тебя вижу, муха, и так крылышки так оторвал, короче, и у нее там написал где-нибудь на лбу какой-нибудь там 100 формул для ЕГЭ, и она такая летит, и такая, типа, прозрела, муха, короче, ты на сотку, типа, написал. Это реально так будет, ты прям почувствуешь именно такое ощущение, твоя психика офигеет за 2 дня от решения такого количества подряд много быстро вариантов, и ты просто ускоришься в своем мышлении. Это тебе очень сильно поможет на 2 недели. Откуда брать пробники? Ну, откуда брать пробники? Ну, боже мой. Здравствуйте, привет, ребята. Да, давайте в Telegram InfSire подписываемся, там куча пробников, например, на этом канале куча разборов пробников. Если ты уже их все просмотрел, то, наверное, такого вопроса не должно возникать. Я там много раз говорил, где еще пробники брать. Ну, типа, там, на Полякове генерить, например, но это не самое то. Там, нарешу ЕГЭ генерить, но это тоже не самое то. Все статграды прошлогодние прорешать, но вот это уже прямо очень хорошо. Апробации всякие, демоверсии брать и так далее, и так далее, и так далее. Все вот это вот брать. Дальше. Разборы Дальнего Востока. Нет, не отвечал. Разбор Дальнего Востока я принципиально не провожу, потому что я не хочу, чтобы вы перед ЕГЭ устали. 2-3 часа полный разбор Дальнего Востока, и вы устаете. Вы приходите на экзамен абсолютно вареным. Так нельзя делать. Экзамен не будет совпадать с Дальним Востоком настолько сильно, чтобы дать вам какое-то конкурентное преимущество. Совпадение с Дальним Востоком будет примерно такое же, как совпадение, ну, типа там с досроком. Досрок посмотри сейчас, заранее, не уставая. Посмотри какие-нибудь демоверсии. Совпадение экзамена и Дальнего Востока будет примерно такое же, как совпадение экзамена и демоверсии. Ну, то есть, идейно какие-то задачи издалека, может быть, совпадут. Короче, Дальний Восток реально поможет только тем людям, которые умеют на идейном уровне мыслить. То есть тем, кто пишет на 98-100, если у тебя, типа, сотка на экзамене, потенциальная сотка или потенциальная 98, то тебе ДВ реально поможет, но смотреть весь разбор тебе не надо. Что тебе реально надо? Тебе надо идею по 26-й, по 27-й, может быть, по 24-й подхватить, да? И я, естественно, буду в день экзамена очень рано с утра вставать, смотреть все варики Дальнего Востока и так далее. И мы будем постить PDF-ку. Она будет в закрепе в группе в учебной ВКонтакте, в которой будет написано какие идеи, собственно, есть и на каких вебинарах в течение года я это разбирал. Естественно, ты не успеешь перед экзаменом эти вебинары посмотреть, но ты хотя бы откроешь, быстро по тайм-кодам вспомнишь, что за вебинар, ты же его уже смотрел, ты же уже этим занимался, ты же уже ботал и так далее. Поэтому, соответственно, чекнешь. Какая-то идейная составляющая написана, примерное решение. Может быть полное, но полное решение я, наверное, тоже не хочу писать из соображений принципиальных. Потому что куча детей, которые не шарят за задачи, думают, что они могут, типа, списать с Дальнего Востока, посмотреть решение и такие, о-о-о, придем на экзамен и спишем. Нет, на экзамене будет отличаться достаточно, чтобы такое списывание не работало. Не просто числа, а чуть-чуть, чуть-чуть поменяют задачи, чуть-чуть идею поменяют. 23-е будет там не увеличение, а уменьшение. Хоба, ты уже не справился. Но если ты супер-мегаумный 98-100 пишешь и так далее, то тебе в 23-е задача увеличения чисел, уменьшения чисел, неважно, одинаково все работает. Поэтому Дальний Восток никому не поможет, никогда никому не помогал, кроме тех, кто пишет уже и так на супервысокие баллы и им помогает только знание идей. А все вот эти разборы Дальнего Востока, все вот эти преподы, которые выходят в лайв там в 5-6 утра для того, чтобы трехчасовой разбор провести, другие онлайн-школы и так далее, эти вебинары набирают очень много просмотров, потому что эти преподы просто играют на чувствах детей прямо перед экзаменом. И на самом деле оказывают медвежью услугу, делают очень плохо детям перед экзаменом. Люди приходят, смотрят Дальний Восток, думают, что они насытились контентом, на деле вы просто устали и потом приходите на экзамен варенами. Так плохо делать, так нельзя делать, это социально безответственное поведение. Ну да, просмотров на видосе много, ну да, на канал подписочки, да, потом на следующий год дети приходят типа на курс, потому что люди узнали про этого препода. Круто, конечно, маркетинг, да, но понятно, что так делать мы не рекомендуем, это плохо. Соответственно, ребята, да, идея о следующем, идея о следующем. По инфе это так не очень хорошо работает. По другим предметам бывает такое, что там совпадение идей из Дальнего Востока очень сильно решает. В информатике нет. В информатике вот посмотреть идею 27. Короче, PDF-ку чекните, все остальное нет. Статграды ближе к ЕГЭТИМУР, на Полякове будет очень много неформатных задач, которые вам попадаются, если вы прорешали уже там 30, 40, 50 пробников за год, то можно генерить Полякова и решать, тоже полезно. Если нет, то начните лучше с наших пробников, которые выложены в телеге, в описании, посмотрите, почитайте, кайфаните, порадуйтесь. Соответственно, да. Итак, ребята, мы переходим на вебинар, который начинается в 12.00 и учимся программировать. Планы для ребят разного уровня. Мы все задачи прямо обозрели, посмотрели, оборзели, обозрели, обозревали. В общем, обзор всех задач сделали, поняли, какие задачи, примерно какого уровня сложности. Если ты давно готовишься, плотно много баллов собираешь и так далее, ты знаешь, что делать, ты знаешь, какие задачи у тебя самые слабые, их надо подкачать, ты знаешь, что тебе надо порешать пробников для того, чтобы все повторить, чтобы ускориться очень сильно. За щелчок, давай сделаем это вместе, давай поработаем вместе, у нас будет много разборов вариантов на пробнике, будет много роликов. Я понимаю, что я не могу в лайве быстро много разобрать вариантов, поэтому у нас много роликов с разборами вариков записанных, поэтому типа они все будут дропаться, вываливаться, ты сможешь их все почекать. Дальше у нас будут пробники прямо на щелчке, у нас будут домашки, которые надо решать. Ты должен решать задачи, думать, ходить на семинары, например, к другим преподавателям нашим младшим. Ходить на вебинары не только на мои, но и на вебинары. Бу, для того, чтобы посмотреть какие-то темы лучше. Вот я тут какую-то вот вам выдал длинную тираду о том, как надо и не надо делать. А может быть ты можешь, например, если ты такой что там по 27б? 27б, значит, нельзя у Аэра в чате упоминать. Ну вот, например, у Бу нет такого правила. Можешь пойти и упоминать у него в чате 27б. Вот у меня такой приколюхи такой вот, например. Если, короче, у тебя сейчас 90+, сейчас 90+, и ты хочешь сотку, то да, имеет смысл поботать сложные задачи. Поботать 26-ю, поботать 27-ю, например. 26-ю прямо сейчас, вот пока ролики вышли не по 26-й, ты 26-ю можешь в Телеграме. Зайди в Телеграм-канал Informatica с AR. В описании есть ссылочка. Прокликай там по закрепам и забери там бесплатный интенсив по 26-й. Он у нас на платформе. Там 4 больших вебинара с кучей домашек. Просто посмотри это. Этого достаточно для того, чтобы ты 26-ю почти гарантированно зарешал. Вот. Это прямо имеет смысл. Дальше учиться прогать тоже важно для 26-й. В смысле сложно прогать. Вот. По сборникам Крылова, ребят, там задачки суперстандартные. Так же, как на решу ЕГЭ, они суперодинаковые, стандартные. На ЕГЭ будут сложнее, на ЕГЭ будут нестандартные. Поэтому ответ на этот вопрос не совсем. Не совсем. Да, про Дальний Восток мы обсудили. Давайте еще про первый, второй день поговорим. Задачки во второй день два года подряд совпадали с задачками в первый день. Я про это уже ругался на Ютубе. Были какие-то видосики и так далее. Я не знаю, как будет в этом году. Но будет глупо не посмотреть разбор первого дня. Разбор первого дня смотрим все. Если ты писал в первый день, выходишь с экзамена, заходишь на Ютуб, сразу идешь на мой канал, смотришь разбор первого дня. Очевидно, да? Ну, потому что интересно посмотреть, что там за задачки, как они вообще решались и так далее. Если ты пишешь во второй день, то в первый день экзамена 19-го числа сидишь и смотришь разбор первого дня. Типа потому, что с большой вероятностью Может быть совпадение каких-то задач Тут надо вникать Резерв будет отличаться от основного экзамена Так же, как резерв отличается от досрока Или как экзамен отличается от досрока Как от демоверсии, как от Дальнего Востока И так далее, все разные версии экзаменов Поэтому вот А вот да, первый и второй день экзамена На удивление по какой-то причине Очень сильно совпадает Там числа в задачах меняются Иногда чуть-чуть меняются сами задачи Но чуть-чуть То есть так-то в основном у них очень сильное совпадение Меня это очень сильно бесит Это так было много, два года подряд И это прям очень плохо, но тем не менее Вот вы теперь знаете этот факт, поэтому Где пробники в теганайте, ну просто проскролите Там каждую неделю выкладывался пробник, 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 пробник Там вся телега, там пробники и материалы Так что типа где пробники в теганайте Почитай мою телегу В описании по ссылочке переходишь Там кайфуешь Все, идем на следующий вебинар, спасибо за ваше внимание Спасибо, что вы в таком большом объеме пришли На этот стрим, я вообще по кайфу, я увидел Типа 800 человек, сейчас в лайве было Это просто мясо, короче Поэтому, ребята, приступаем К освоению материала И до новых встреч на следующем вебинаре Следующий вебинар через секунду, все, пока-пока